К нам присоединяется Российслав Мурзагулов, российский политтехнолог, экс-председатель общественной палаты Башкортостана. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, коллеги. Вот мы посмотрели сюжет сейчас о том, как проходит призыв, если можно его так назвать, в России. Как думаете, вот такие облавы как долго будут продолжаться? И что еще должно случиться, чтобы россияне не просто записывали видеообращение к министру обороны, а действовали как-то радикально? Когда их родных увозят просто умирать на фронт? Ну, вы знаете, здесь, в общем-то, все вполне себе объяснимо с точки зрения манипулятивных техник, которыми пользуются Путин и компания. Здесь все нам с вами понятно, как происходит. То есть здесь все зависит просто от количества касаний аудитории, которое обеспечивалось много-много лет. 10 лет им рассказывали всем о том, что враг у ворот, что кругом НАТО и все остальное. И, соответственно, вот Россия сначала приблизилась к этой черте, когда они согласились пойти на войну, пойти убивать, умирать. И, в общем-то, собственно, у Путина начало получаться то, что казалось немыслимым еще 10 лет назад. То есть это безумная война, совершенно неоправданная падение на страну, которая совершенно никак этого не заслуживала. Но это не вечная история. То есть этот маятник, он имеет, в общем-то, ход как в одну сторону, так и в обратную. И, соответственно, сейчас мы имеем вот обратный ход этого маятника. И сейчас мы имеем, в общем-то, некое такое понимание россиян в том, что, значит, это была большая какая-то ошибка, либо не ошибка, а намеренное введение в заблуждение. И, соответственно, сейчас они начинают брыкаться и сопротивляться. Но сейчас снова этот маятник будет набирать ход. То есть сейчас снова россиян пытаются обрабатывать тем, что нет, все-таки враг у ворот. И для этого организуют различные всевозможные события. Ну, например, взрыв, точнее, этот массовый расстрел в Круппу-Сити я расцениваю как один из этой череды. А затем, значит, есть много других тех, которые все-таки пытаются заставить россиян в том, что нет, все-таки они должны быть вот такими патриотами, иначе сейчас всем хана, всех погубятся и так далее. И все-таки надо идти на эту войну. Но, так как я вначале сказал, что для того, чтобы обработать эффективно людей вот такое количество, нужно, соответственно, очень много касаний с каким-то понятным и легко кодируемым сигналом, то, в общем-то, здесь у Путина времени мало. То есть у него сейчас такая ситуация истеричная. Когда ему надо все это сделать быстрее. То есть, соответственно, для того, чтобы это сделать быстрее, у Путина тоже есть методики. Значит, для этого он организует обычно какие-то такие процессы, как, например, сначала взрываются дома в Москве, а потом объявляется война кому-то еще. То есть, в общем-то, если сейчас будет дальше вот так вот плохо идти мобилизация у Путина, если так плохо будет народ записываться на войну, и если дальше начнет прозревать и все понимать, то, значит, в России необходимо либо где-то рядом с Россией, значит, необходимо устраивать что-то такое Путину. А, соответственно, россиянам надо ждать какого-то такого глобального подвоха. То есть, скорее всего, сейчас Путин ломает голову, что это может быть. Он хотел сделать серию терактов, это вообще не сработало, на удивление. Там ведь, знаете, там же уже побежали путинские хэллоуи рассказывать о том, как народ в едином порыве выстроился в мобилизационные пункты после теракта в Крупус-Сити, потому что Украина такая нехорошая, поубивал там несколько сотен человек. Но они, в общем, по методичке действовали, все правильно. Но дело в том, что они сначала, в общем-то, прочитали то, что там должно было быть, случиться после этого теракта, но этого не случилось. То есть, на самом деле, это вообще никак не повлияло на россиян. То есть, тогда, когда пошли эти победные реляции, у меня украинские журналисты и коллеги спрашивали, а как же так, почему россияне такие глупые, почему они так легко поверили в то, что Украину безумным каким-то способом через руки таджиков и через Москву, да еще и почему-то мешали этому Америке и Великобритании, которые предупреждали, но все-таки устроили теракт. Как они вообще могли в это верить? А я говорил тогда, давайте на цифры посмотрим. Давайте посмотрим на цифры. И вот цифры, и вот то, что в вашем репортаже сейчас показывается, очень хорошо и очевидно, наглядно доказывает то, что я был прав, что нет никакого роста патриотизма в России, нет никакого роста веры в то, что нехорошая Украина убивает ни в чем не виноватых россиян. Скорее, вероятность, уверенность есть в обратном. Ну и, соответственно, вот сейчас мы ждем, что еще пиарщик Путин вместе с самими другими пиарщиками начнут придумывать, потому что Путин — это не более чем пиарщик, он действует всегда ситуативно, он действует только для того, чтобы быстро кого-то в чем-то убедить, никаких длинных стратегий у него нет, никаких переводов на длительные какие-то там рельсы из-за назначения Силуанова я не вижу. Я вижу, что он хочет, чтобы люди в это поверили, потому что у него всегда все вот так. Ну и, соответственно, посмотрим, что будет дальше. Вы вот сказали про некий маятник, который раскачивает. А есть ли у вас некое предположение, возможно, когда этот маятник и при каких обстоятельствах ударит по голове тому, кто его раскачивает вот так? А вот очень хороший вопрос, на самом деле, да. Действительно, вы правы, это, как правило, все-таки на каком-то этапе происходит с любым диктатором, который этим маятником пользуется. Соответственно, в какой-то момент у него перестает дебет с кризисом складываться, и вот он убеждает людей в том, что вот посмотрите, вот кругу Сити расстреляли нехорошие украинцы, бандеровцы и националисты. Значит, соответственно, россияне не выстроились в мобилизационные пункты, не поверили, значит, пользованию. Значит, возникает мысль, а почему тогда все-таки взорвался круг у Сити? А кто либо это соорудил, это кровавое преступление, либо его, значит, проглядел, да, прозевал. Значит, соответственно, у населения возникают вопросы. Потом возникает какая-то, как правило, спичка, которая поджигает к чертям собачьим весь пороховой склад. То есть в разных странах мира это уже пройдено. Мы все знаем с вами все эти многочисленные примеры, их десятки в мире. Соответственно, возникает какой-то повод. Повод может быть довольно незначительным. Вы знаете, там в Тунисе, условно говоря, там на демонстрации, там что-то случилось с одним человеком, да. И бывает так, что где-то там, ну когда-то в Чехии человек один закончил жизнь самосожжением. Бывает где-то там повышение чего-то на что-то. Значит, стоимости бензина, например. От чего именно полыхнет Россия, никто не может рассказать. Но суть остается прежней. Ни один диктатор еще этого избежать не смог. То есть всегда, когда происходят вот эти вот события, которые мы с вами сегодня препарируем, как мыши в операционной, да. Значит, соответственно, это всегда заканчивается одинаково. То есть Путин не избежит этой участи. Путин будет, как Чаушеску, расстрелян где-то в грязном подвале. Значит, или где-то в подворотне какой-то. Поэтому, собственно, вопрос лишь один когда. Да, я хотел бы, я знаю, что все хотят сказать, в общем-то, когда примерно это случится. Но любой, кто будет пытаться вам назвать какие-то сроки, это абсолютный шарлатан. Потому что здесь, понимаете, когда я был молодым пиарщиком, там, да, там, я сидел там в кабинете у Суркова 25 лет назад, я, конечно, бы сказал с точностью, да, что случится, если бросить камушек, и, значит, какая волна пробежит, как люди отреагируют, куда они побегут, что они скажут, да. Но сейчас вот 25 лет, четверть века уже занимаясь вот этим вот всем, я могу сказать с уверенностью, знаете, только то, что я ничего по-прежнему не знаю о настроениях людей, потому что они меняются, они эволюционируют, на людей начинают влиять какие-то другие совершенно факторы. 25 лет назад, да, там, фактором был первый канал. Сегодня появилось очень много других, помимо интернета, помимо каких-то сайтов, да, появились мессенджеры, появилось прямое многочисленное общение людей. И сейчас сарафанное радио совершенно по-другому работает. Поэтому, когда Россию облетит что-то, что ее поднимет на дыбы, ну, самый простой ответ я не знаю, но еще более простой ответ, еще более точный, в том, что это точно случится. Будем ждать. Давайте пройдемся теперь по российским новостям. Накопилось довольно любопытно, хочется обсудить. Вот депутат Госдумы, генерал-полковник Владимир Шаманов сравнил российскую армию современную с партизанским отрядом, так и сказал. Вот, в частности, раскритиковал экипировку военнослужащих, мол, они одевают сами себя за свои деньги, за счет родственников, потому что качество того обмундирования, которое привозят и выдают, оно не выдерживает никакой критики. И вот интересно узнать, не рискует ли генерал за такие высказывания получить срок за дискредитацию армии, второй армии мира, так называемой? Нет, 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 дело в том, что он не рискует получить этот срок. На самом деле, когда слушал это заявление, товарищ Путин, он, конечно, трясся просто как осиновый лист. Потому что я, когда с этим заявлением ознакомливался, я, наоборот, потирал ручонки и был просто в восторге, поскольку, ну, знаете, кто такой генерал Шаманов? Давайте разберемся. Генерал Шаманов – это одно из лиц победной для Путина войны в Чечне. Победной не потому, что Путин там победил, а победной потому, что Путин там на уши поставил Россию, убедил всех в том, что есть страшный враг, и, соответственно, что надо всем сплотиться, выбрать быстренько Путина президентом навсегда. Вот это у Путина получилось. Саму-то войну он проиграл. Но, тем не менее, так как он сделал вид, что это такая, знаете, отечественная война, и там вот у нее были свои герои, а Путин тогда был еще молодым, неопытным президентом, и он тогда допустил, что появились герои этой войны. Их поначалу было прям несколько таких заметных. Очень фигур самый, наверное, яркий был Шаманов. Рядом с ними были где-то генерал Трошев. Там было несколько таких персонажей ярких. И вот Шаманов прямо, вы знаете, одно из лиц той войны, которые остались на плаву. И самое интересное, что Шаманов был совсем еще недавно командиром той самой 58-й армии, которой командовал до последнего времени тот самый генерал Попов, которого вышвырнули из армии ни за что иное, как за попытку сопротивляться верховному главнокомандованию, то есть Путину, Шойгу, Герасимову и компании. Соответственно, то, что это говорит с высочайшей трибуны именно Шаманов, это вообще-то выход на авансцену лица тех самых генералов, которые будут сопротивляться дальше этому верховному главнокомандованию. Это очень серьезно. Это прямо вот, знаете, это разлом между вот этими старыми, как они сами себя считают и называют породистыми генералами, и вот этими всеми шариковыми от армии, которых набрал Путин, да он и сам такой же Шариков. Его в армии всерьез-то никто никогда не воспринимал. Потому что он такой подполковник, перекладывавший бумажки где-то там в глубоком-глубоком тылу в ГДР. Значит, соответственно, это говорит о том, что сейчас вот этим вот дедам генеральским им есть вокруг кого объединяться. И вот поверьте мне, бывший командующий 58-й армии такой категории вообще быть не может. Это всегда, в общем-то, человек, который чувствует себя связанным с этой самой армией. И, соответственно, он очень хорошо знает, кто такой генерал Попов. И он очень, конечно, всеми руками на его стороне. И то, что он выбрал вот эту тему для критики, да, какие-то там вопросы обмундирования, там уже совсем не важно, на самом деле, важно, что прозвучали конкретные слова. Вы превратили армию в партизанские отряды. И самое главное, вы начальство жируете, а люди там находятся в ситуации, когда они просто брошенные. И вот представьте себе, сегодня до всей российской армии, до каждого российского военнослужащего долетели эти слова этого, я в кавычках это говорю, ну, как они считают, породистого генерала, вот этого героя России, усмирителя Чечни. 20 лет его имя на слуху, и он, вы знаете, у них не вызывает никаких сомнений, как и генерал Попов. И какие настроения в этой армии с этими всеми местными штурмами, с этими всеми неудачными попытками атаковать. Вот это вот наступление в Харькове, сегодня же из российской армии, из глубины ее приходят такие сообщения, ну, пораженческие, это самое мягкое, что можно сказать об этом. Я думаю, что вам, наверное, тоже попадались видосики, которые записывают там эти военнослужащие, которых отправили туда бродить по лесу, в котором я, кстати, недавно был, и я сам лично подтверждаю, что это именно так и выглядит. Их вот просто в лесу берут, отправляют без ничего, без воды и еды, говорят, вам туда, надо продвинуться хоть на сколько, чтобы мы доложили там наверх, что у нас продвижение имеется. И, соответственно, вот этот беспредел там происходит, беспредел в том числе и в адрес собственных военнослужащих. И, естественно, военнослужащие, вот вы показывали вначале, как их набрать там тяжело, так их там сейчас и удерживать тяжело. И эти 200 тысяч рублей, которые раньше им грели душу, они уже переставают греть, потому что они понимают, что 200 тысяч рублей с собой на тот свет они не заберут. И вот они уже там сейчас рассуждают прям открыто, с открытыми лицами в этих видосиках, что да мы лучше пойдем в плен сдаваться, потому что лучше уж в плену, но хоть живыми. И вот это вот очень-очень интересная ситуация, поэтому вы совершенно правильно затронули тему Шаманова, но эта тема гораздо более глубокая, чем просто вопрос такой легкой-легкой критики снабжения армии. Это, я думаю, что вот продолжение того самого генеральского бунта, о котором информация наружу пролезала. И вот этот генеральский бунт, я думаю, что тоже будет усиливаться и поддавливать Путина вот с другой, с элитарной стороны. А еще и как бы не забываем про другие элитарные недовольства. То есть Путин, это та крыса, которая все больше оказывается в углу. Вопрос лишь в том, кто уже ее прихлопнет. Не только своих в армии удерживать тяжело, иностранцы уже тоже как-то не хотят воевать в РФ. Точнее, сначала они верят в красивой пропаганде, потом бегут. Так, два десятка граждан Шри-Ланки, воевавших против Украины на стороне России, смогли дезертировать и вернуться на родину. Об этом пишет издание АФП. И по словам властей Шри-Ланки, их граждан просто обманули. Например, одному из них пообещали работу водителем в отеле, но вместо этого выдали автомат и отправили на фронт в Украину. Там он был семь недель и получил ранение обеих ног. И с больницы сбежал в посольство Шри-Ланки, где ему помогли вернуться на родину. Ну, таких случаев много. Как думаете, будет еще больше? Ну, безусловно, эти количества увеличиваются постоянно. Ну и вообще вот сама по себе постановка вопроса. Можете себе представить, да, что вот эта вот великая победоносная путинская армия, а вторая армия мира, которая Киев за три дня вообще-то возьмет. Ну, это я сейчас все понятно, да, это говорю все словами двух с половиной летней давности. Значит, и, соответственно, вот она вдруг выбегает, понимаете, по Шри-Ланке в поисках хоть кого-нибудь, хоть кем-то заткнуть дыру, понимаете ли, в каких-то отдельных участках фронта, где-то под Харьковом. Это, конечно, полная фиаско, братан, как вот в том мемчике сказали, да. То есть, ну, потому что Шри-Ланка, сколько вообще там людей можно затащить в Россию. Представляете, какая-то логистика безумная, да, то есть тащить этого наемника оттуда. Это же говорит о том, что у них совершенно не получилось наемников таскать из ближних стран, из ближнего, из рубежа. Они же очень серьезно делали на эту ставку. Я прям вот знаю, мне прям рассказывали, из ряда российских регионов, как прям шерстили места, где собираются люди, которые приехали в Россию из соседних стран, из стран Азии, как правило, и там пришивали им всевозможные нарушения, значит, запугивали там уголовными делами и тоже пытались отправить в армию. И ни херта не получилось. Не получилось, потому что не хотят воевать с Украиной ни таджики, ни азербайджанцы, ни узбеки. Никто не хочет, потому что зачем? А потому что они на стороне Украины все внутри себя где-то, потому что все, слава богу, сейчас, это, знаете, российские снобы считают, что такие необразованные приехали к ним, понимаешь, дворники, да? Там, во-первых, образованные есть, во-вторых, у каждого есть телефон, каждый новости в интернете умеет читать, каждый может наш с вами эфир посмотреть. И поэтому, собственно, да, у них эта проблема огромная. И это говорит о том, что, ну, конец-конец влизок на самом деле. Нас и вешать не надо тем, кто за победу справедливости. Тем временем в России внутри страны усиливаются меры изоляции. Вот Роскомнадзор осматривает возможность по умолчанию заблокировать звонки из-за рубежа россиянам. Известие написали об этом. И вот это решение якобы призвано, чтобы защитить россиян, абонентов от иностранных мошенников. А действительно ли это такая благая цель преследуется? Или это, опять же, речь о контроле неком? Ну, контроль — это то, что они делают, независимо от этой ситуации. Но действительно, конечно, вот эти волны спам-атак таких из Украины, они очень большие. Мне позавчера позвонили от имени моей подруги, сказали, что надо срочно скинуть 16 тысяч рублей. В общем, когда я спросил, не взломали ли тебя, мне с характерным «та» вместо «да» ответил человек. И я, в общем-то, сказал, что слава Украине. В общем, давай там, братик, это самое, кого-нибудь еще поищи. Ну, собственно, понятно, да, понятно, понятно, ненависть многих украинцев ко всему русскому. И такое, знаете ли, ну, такое желание, в общем-то, ну, обуть, грубо говоря, россиянина, и, скорее всего, наткнуться на того, кто, ну, не как вот я, да, сидит сейчас у вас в эфире и там себе наговаривает на третье уголовное дело за поддержку Украины, а наткнуться на того, кто вполне себе ватник и поддерживает Путина. Это понятно, это объясним. Это действительно приняло уже большой масштаб, и я думаю, что в Украине это явление поддерживается, я думаю, что большинством жителей, потому что, ну, а что вот мы хотели, россияне, что мы хотели после того, что делается нашим именем, что делается так или иначе с той или иной степенью вины каждого из нас, да. Кто-то когда-то пошел за Путина, проголосовал, кто-то участвовал, как я, в каких-то проектах, там, 15-20 лет назад, да, и нам еще чуть раньше, ну, не в проектах, там, даже по убийству людей, да, или, там, армейских каких-то, но, тем не менее, каждый какой-то свой кирпичик вложил в фундамент этой власти, и поэтому, да, когда возникают такие ситуации, когда я наталкиваюсь на что-то подобное, ну, когда у меня была ситуация, когда, честно говоря, даже его ввели, там, в районе 200 евро, ну, я пожал плечами и сказал, что, ну, вот, очередной донат, все нормально. Вот, как бы, поэтому, в общем-то, россиянам нормальным, адекватным, я предлагаю к этому так относиться, потому что то безумие, которое творит Россия, там, это все равно в тысячи раз превышает те, вот, эти робкие попытки хоть что-то вытащить обратно в Украину, вот этих вот хакеров неизвестных, да, ну, соответственно, флаг им руки, удачи, пусть преодолеют все эти русском национальные запреты и дальше продолжают финансировать Украину, вот, хотя бы таким способом. Еще попрошу вас буквально коротко прокомментировать заявление спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она сказала, что у российского общества есть запрос на обновление элиты, там, мол, нужны новые молодые политики, управленцы. Это что означает ее слова? Будут чистки? Это такое вот предупреждение? У нас буквально минутка, если можно коротко. Ну, вы знаете, это, мне кажется, просто какое-то буйное помешательство тети Моти, этой тети Вали, потому что она там очень много еще говорила в этом заявлении, в частности, да, о том, что, оказывается, там ни на кого Россия не нападала, вот, ну, собственно, понимаете, это давняя такая уже российская традиция, это вот то, что про божью росу, знаете, говорят же, когда, вот, потому что, да, у них уже все глаза совершенно в другой субстанции, они все по-прежнему делают вид, что все хорошо, что король одет, что у них все прекрасно, прекрасная маркиза, и, соответственно, дела идут, и жизнь крепка. Ну, в общем-то, на самом деле, вот за исключением того пустяка, что страна эта скоро развалится и больше ее не будет, ну, собственно, это их, собственно, вина, и их будет суд истории. Надеюсь, что не только истории, надеюсь, что тетя Валя доживет и до реального суда над собой, поскольку она наворотила тоже много чего. Так что пожелаем ей успехов на этом пути. Ну, может, она подаст пример и сама уйдет, она же тоже не входит в категорию молодежи, как чиновница. Нет, она не подаст такой пример, она будет держаться руками и зубами за свое пресло. Ну, будем смотреть, наблюдать дальше. Ростислав, спасибо вам большое, что вы присоединились к нашему эфиру и за этот разговор. Ростислав Мурзагулов, российский политтехнолог, экс-председатель общественной палаты Башкортостана, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова